ну что ж ребятки я вас всех приветствую сегодня будет новое видео в котором я вам покажу свое новое имущество покажу вам свой новый дом цену автомобиля потому что я потратил очень круленькую такую сумму на это все и сегодня я хочу вам это показать рассказа зачем я купил эту машину зачем я купил другую машину почему именно такой дом там и так далее хочу так сказать с вами немножко поделиться тем что происходит у меня на аккаунте от вас конечно хочу видеть активность давайте там ролики наберем очень много лайков ну давайте хотя бы 150 ну и конечно же не забывайте подписываться на канал но если вы еще не играете и хотите получить денежку в начале игры то конечно же вводите мой промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня за него получите 300 тысяч рублей вся информация есть в описании под видео ну что ж ребятки давайте я в первую очередь вам покажу свой домик который я приобрел за 25 миллионов рублей многие скажут что это дорого я дара с вами соглашусь но к сожалению здесь дома вообще в принципе не продают если такой новый райончик который переделали в новом обновлении такой мини гроу стрит я могу вот так называть и всего здесь как бы не особо много домов почему я купил именно здесь дом а не купил допустим там на рублевке южного в разобасе на горе почему именно в батырево у меня были коттеджи как бы и в южном и варзамасе то есть для меня это был пройденный этап но вот сделали колы получаются обновления сделали новый район и мне батырево очень понравилось после обновления я принял решение то что я хочу здесь дом и хочу дом именно на этой улице очень было сложно его купить то есть никто здесь дома не продает продавали этот дом за 30 миллионов но я сторговался до 25 миллионов и забрал себе этот дом на самом деле это дом очень удобный то есть если мы посмотрим по карте здесь у нас рядом есть рынок будет азс как который купят после аукциона здесь рядом есть 24 на 7 есть аптека есть банк таксопарк то есть все самое необходимое здесь как бы есть поэтому я считаю то что вот этот район он довольно таки хороший даже та же самая оружейка есть если вам принципе нужно как бы и рыбалочка рядом и ферма рядом то есть реально место я считаю очень хорошая я не жалею то что я купил здесь дом ну что ж ребятки теперь давайте перейдем к автомобилям потому что тачки довольно таки интересные прикольные с интересным тюнингом здесь прям ничего такого крутого нету то есть я буду эту машину собирать ну сюда осталось поставить только nitro я сюда хочу поставить nitro аудиосистему я ставить не буду потому что аудиосистему я не слушаю ребята эта машина мне интересна тем то что это во-первых джип такой это бмв и она очень быстрая и крепкая если эта тачка сама по себе она очень сложно ломается и допустим вот мы врезались то есть видите она не сильно прям сломалась то есть да там есть какие-то повреждения но незначительные то есть можем так вот еще раз врезаться то есть эта машина именно мне нравится то что она такая крепкая и быстрая и сюда также я поставил вот такие вот интересные номера на моем регионе это пятерочки а е то есть я специально эти номера хранил для этой машины и вчера как бы я увидел то что продают x5 продавали вот с третьим чипом за 40 миллионов и он я уже сам сюда поставил то есть вот тапочку в пол даем nitro конечно не хватает то есть максималка 290 на третьем чипе ну что ж ребятки следующий автомобиль не менее интересный мне он прям очень нравится я от этой тачки реально просто балдею здесь есть получается 3 чип nitro неон и гидравлика я считаю то что тачка очень классная очень интересная и мне на именно нравится внешне я именно взял ее за того что она внешне очень красиво вы сможете сами как бы посмотреть вот просто даже и задняя часть очень симпатична очень красивый вот эта сабля которая идет с этим неончиком тачка очень красивая лично я считаю то что машина очень сильно красивая отдал из-за нее 11 миллионов рублей номера я покупал отдельно за 7 миллионов сейчас поедем заправим ребятки я вам покажу как он едет как он рулится максималочка конечно не унесла большая но в целом по управлению по ускорению машина очень хорошая ну что ж ребятки давайте прокатимся тачка очень бодренькая но максималка у него небольшая 286 я считаю было бы неплохо и прибавить хотя бы до 300 килограмм час потому что все-таки топор шаг один из новых как бы я думаю здесь максималка должна быть нормально давайте я вам покажу разгон с места сколько наедет то есть вот даем тапку в полосе тросиком очень хорошо ускоряется да и до максималки разгоняется тоже очень неплохо по управлению полный привод рулится очень даже хорошо можно как бы бачком немножко дать и на ней и более этих этого вели зайти не особо много это не та тачка которую ты увидишь знаете на каждом светофоре то есть это не банально машины как там m5 f90 как ешка либо резко вот так вот и бать яндексе да но ламборгини передвигаются в принципе почему бы нет я считаю то что в жизни тоже надо такие машины выдавать то есть вот такую вот униформу и в такую вот машину и бать чтобы развозить как бы еду чтобы люди как бы быстро получали свой товар ну что ж ребятки следующий автомобиль который хотел бы вам показать это lamborghini svj давайте я вам покажу птс одного автомобиля то есть здесь получается 3 чип нитро и неон радуга а в плане svj ребятки я за него отдал 100 миллионов рублей но собирать авто такой автомобиль самому было бы сложно так разгоняемся максималочка не 352 километра в час да понятно дело то что это не самая быстрая машина самая быстрая машина это получается кибертрак но в целом как бы ламба знаете она выглядит хотя бы интересно прикольно такой гиперкар а тесла выглядит как кирпич то есть каждому свое конечно но как по мне тесла просто выглядит как кирпич здесь в ней нету ничего такого интересного она не привлекает своим внешним видом ну что ж ребятки на этом моменте я буду заканчивать надеюсь то что вам понравилось это видео да это просто обычное видео в котором показал то что я себе купил то есть в сумме я потратил ну где-то 250 миллионов это точно те ссылочки в описании поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной ну и конечно же не забывайте вводить по промокод всем спасибо за просмотр всем пока пока